Здравствуйте, спасибо. Первое, что я хотел бы сказать, это то, что среди православных людей существует такая мысль, совершенно ложная, что православные не должны вмешиваться в политику. Это изначальное зло и грязь, молись, пастись, ну и слушай ради радости. Значит, этого с тебя хватит. На самом деле, если ты не занимаешься политикой в той или иной мере, политика занимается тобою, и это мы чувствуем на себе. Поэтому, собственно, для этого мы собрались сюда. Педагогика, медицина, целый ряд вопросов, касающихся внутренней политики государства, не могут быть вне поля интереса православной общественности. Значит, действительно, уже прозвучало это. Наша с вами поведенческая реакция, она, так сказать, реакционно запоздалая. То есть мы реагируем постфактум на внедрение вражеских идей в наш политикум и в социум, причем в политикум они совершаются без нашего прямого участия. Есть сложные механизмы поднятия нашего голоса до тех, кто принимает решения. Поэтому мы всегда с запозданием реагируем на эти вещи. Значит, следует нам необходимо действительно, как предыдущий оратор сказал, перейти к некому стратегическому мышлению, которое должно быть концептуальным, целостным и упреждающим. Ну и я предлагаю, если угодно, вообще уйти от этого закона вообще, но взамен его предложить нашим законодателям. Кстати говоря, очень странно, что Совет Федерации прислушивается к нам, а какие-то злобные вылазки выползают из законодательного органа. То есть, странно, что наша закон... В общем, в любой стране существует некий разрыв между власть имущими и законопишущими, как бы, простым народом. Но иногда это, возможно, доходит до крайних пределов, что вообще ставит вопроса... Большие вопросы ставят. Итак, я предлагаю создать некий альтернативный закон, который бы назывался просто закон о семье, в который нужно было бы внести в первую очередь определение семьи, которого, как мы знаем, у нас нет. То классическое определение семьи римского историка и юриста Модестина, о котором он говорит, что это добровольный союз мужчины и женщины, предполагающий равное участие в вещах божественных и человеческих. Так он звучит буквально, в переводе с римского языка. Добровольный союз мужчины и женщины, предполагающий их свободное участие в вещах божественных, одинаковых и человеческих. Такой закон примерно недавно был принят в Венгрии, за что, собственно, Орбана таскали за шиворот нехило, и там были всякие демонстрации и прочее, но, тем не менее, закон остался. То есть нужно возвращаться к классическим формулировкам, которые даны в римском праве, в его христианской акцепции. После этого в этом законе могут быть вопросы, связанные с многодетной семьей, с защитой жизни на ранних стадиях, то есть с антиабортными вопросами, с материнским капиталом, с профилактикой пиарств и наркомании. Там, конечно же, могут быть вопросы, связанные с эксцессами, связанными с насилием в обе стороны. Кстати, поскольку статистика современная говорит о насилии против мужчин, так же, как и против женщин. Есть целые какие-то интернаты для избитых мужчин в Италии, какие-то есть, мне это трудно понять, но это есть уже. То есть поскольку мы не находимся в некем общеверопейском тренде, то насилие имеет обе стороны. И лишив женщину физических сил, Господь изрядно надел ее душевной хитростью, она может замучить мужика без всякого физического насилия. То есть законы о профилактике семейного насилия могут иметь обоюдное хождение в ту и другую сторону. То есть я предлагаю таким образом православной общественности быть внимательнее к политическим процессам, которые происходят в обществе. Реагировать на них доступными законом и прописанными средствами. Принимать свое посильное участие в обсуждении и других формах отстаивания своей идеологии. Ну и предложить, возможно, Совету Федерации, не знаю, кто там слушать будет вообще. Или там парламенту нашему, Госдуме, чтобы они рассмотрели комплексный целостный закон, касающийся семьи вообще. Начиная с того, что она есть, как мы сказали, добровольный союз мужчины и женщины, чего сегодня пытаются из нее испразднить. Кстати говоря, и в Конституцию я бы предложил внести хоть малое упоминание о Господе Боге. Что даже в украинской Конституции в преамбуле есть упоминание о Господе Боге. Там говорится, что чувствуя свою ответственность перед Господом Богом... Да, то есть при всех безбожных вещах, которые происходят на Украине, значит, там есть в преамбуле слова, что чувствуя ответственность перед Господом Богом и будущими поколениями мы такие-то, значит, принимаем тот и тот. Это есть у Грузии, это есть у Ирландии, это есть у той же Венгрии, это есть у десятков европейских стран, о чем недавно Бастрыкин на одной конференции рассказывал, значит, я считаю, я считаю, что и нам нужно ввести имя Господа Бога в Конституцию и закрепить простейшие вещи на уровне законодательства. Кроме того, принимать комплексный закон и все, что связано с возможным насилием в семье, вводить в него как отдельные артикулы, но не как отдельную какую-нибудь такую феминистскую или западно-либеральную штуку, которая сегодня нам набрасывается. Спасибо за внимание. Продолжение следует...